Большинство отечественных автолюбителей прекрасно знают, о чем идет речь, когда слышат комбинацию слова 2101. Ведь именно ВАЗ-2101 стал самым первым советским легковым автомобилем, выехавшим из ворот Волжского автомобильного завода. Именно этот автомобиль на протяжении долгих лет вызывал чувство гордости за отечественные автопромы. Именно копейка стала прародителем всего семейства Жигулина, который, кстати, до сих пор ездит немало граждан. Автомобиль продержался на конвейере 18 лет и никогда не прекращал радовать советских автомобилистов. В 90-е годы этот автомобиль стал просто спасением для бедных слоев населения. И по сей день вы по-прежнему можете встретить на дорогах эту легенду. Копейка была разработана совместно с итальянскими инженерами. В качестве базы использовался автомобиль Fiat 124. И что самое интересное, модель получилась в разы комфортнее и практичнее итальянского оригинала. Одни только складные сидения, позволяющие спать в автомобиле, не могли не порадовать каждого, кто становился счастливым обладателем ВАЗ 2101. Были доработаны задние тормоза, передняя подвеска, увеличен дорожный просвет. Все это позволило сделать автомобиль именно под советские дороги. А ведь тогда их практически не существовало. В то время владеть автомобилем мог далеко не каждый. Но вы-то ждете не этого. Вы хотите узнать, какой станет копейка в 2018 году? И будет ли вообще новая интерпретация ВАЗ 2101? В этом ролике мы поставим все точки над «и» и поймем, выйдет ли новый автомобиль в свет, или его так никто и не увидит. С вами канал ПРОАВТО. Мы начинаем. Обновленная 2101 уже ставшая ожидаемой не имеет ничего общего с прежней моделью. Неизвестный дизайнер создал неузнаваемый рестайлинг, и узнать в автомобиле прежнюю легенду будет сложно. Разве что форма фара осталась прежней, спереди круглой, а сзади прямоугольной. В остальном, копейка нового образца кардинально отличается от своего предка. Форма кузова удлиненная и обтекаемая, чем-то напоминает знаменитый Chevrolet Camaro. Под капотом, по предварительным данным, будет устанавливаться новый движок мощностью 200 л.с., что делает из модели настоящий спорткар. При этом, несмотря на высокий показатель мощности, обещанный расход топлива составляет 5,2 литра на 100 км в смешанном цикле. Новый Lada Copayka нередкость в отечественном интернете, но это лишь фото. К сожалению, по некоторым данным, все эти фотографии не имеют никакого отношения к тольяттинскому гиганту. Об этом мы сейчас и поговорим. Предположительно, весь поток информации начался с инстаграма одного из официальных дилеров АвтоВАЗа. В ленте была выложена фотография новой Lada. Потом во многих источниках стали появляться новые фотографии концепта, что вызвало массу обсуждений предстоящего или непредстоящего события. У кого-то это вызвало смех, а кто-то искренне поверил в то, что отечественный автопром способен на такое внезапное переиздание. И все же, стоит это верить или нет? Конечно, не стоит, ведь никто официально не заявлял о выпуске данной модели. Можно только позавидовать мастерству маркетологов того источника, который запустил эту информацию в сеть. На деле же, спустя некоторое время после распространения в сети информации о новой копейке, АвтоВАЗ официально опроверг тот факт, что будет создана и выпущена новая копейка, заявив о том, что не имеет никакого отношения к этому слуху. В момент, когда слухи о выпуске новой копейки стали переполнять интернет, информация, судя по всему, дошла и до владельцев автозавода по производству автомобилей Lada. Руководство АвтоВАЗ порадовалось тому, что ВАЗ-2101 по-прежнему имеет такую популярность и привлекает в себе столько внимания. Ведь у первого легкового автомобиля Волжского автозавода приближается полувековой ювелей. Что касается обновленной копейки 2017 года, то информация была опровергнута. Концерн не планирует выпускать подобной модели. К сожалению, все фото, видео и прочая информация признаны фейками и не имеют никакого отношения к планам тольяттинского автогиганта. Самое интересное, что это уже не первый случай искусственно созданной информации о новой копейке. В 2016 году представителям АвтоВАЗа уже приходилось опровергать абсолютно аналогичный слух. Тогда нарисованная копейка гораздо больше напоминала оригинал. Ну, теперь вы знаете всю правду. А с вами, как обычно, был канал ПРОАВТО. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. Увидимся!